здравия всем друзьям и продолжаю обзор своей коллекции на этот раз мы будем говорить о дендробиумах это дендробиум как написано на его стикере кукумерину кукумерину многие правда говорят просто кукумбр орхиц или как проще говоря по-русски дендробиум огуречек из-за вот таких у него огуречных псевдоболь вот такое славное растение я его выиграла в лотерею в нашем орхидейном клубе на новый год заседание у нас было 4 декабря 19 года новогоднее заседание клуба я его выиграла вот такой славный огуречек вот орхидейка только-только после полива вот эти две последние огуречные бульбочки выросли уже у меня за эти месяцы вот такие у него славные корешули сидит он на блоке из пробкового дуба и вот обратите внимание как у него впиваются прямо вот видите как прям впивается в дерево корешочек он сначала просто торчал а потом прямо впился как червячок очень такое милое очень милое миниатюрное растение к сожалению я не подготовила пример цветения из интернета у него по идее должны быть желтые ой по идее должны быть желтые цветочки но это не страшно вот такой красавчик растет наращивает бульбочки все корни у него живые даже те которые были старые вот здесь впились все живые все напитываются вот такой замечательный экземплярчик следующий экземплярчик мой дендробиум стардаст дендробиум стардаст я получила его в теплице в нашей в вот эту новую бульбу красивую он вырастил у меня пока еще не начал желтеть листы вот и честно говоря только вчера я была в теплице там тоже подрощенные бульбочки он конечно учитывая тепличные условия у них побольше молодых ростов у меня только один молодой рост и если честно вчера было не до того как бы не поспрашивала я чего от него дальше ждать потому что период покоя у стардаста приходится на зиму а сейчас еще лето выдаст ли он мне еще один новый рост я не знаю очень хотелось бы конечно чтобы он еще еще хотя бы одну бульбочку вырастил до зимы вот такой красавчик если кто знает больше информации о нем пишите будет ли он сбрасывать мне листья или будет до зимы стоять такой красивый зелененький такой замечательный экземпляр вот старая бульба конечно немножко под сдулась но не критично он нарастил много довольно неплохих новых корешков вот такой замечательный экземпляр следующий представитель моей коллекции вот такой дендробиум ладигези куплен этот экземпляр на выставке в сакраменто в апреле 19 года о чем есть соответствующее видео вот так вот он разросся вот такие псевдобульбы он понаращивал вот особенность этого дендробиума в том что он вот так вот деткуется и ветвится на окончании своих псевдобульб ну и с этой веточкой с этим пучочком я хочу сделать вот такую же вот такую же вещь как я сделала здесь вот палочка на которую примотан кока волокно и к ней соответственно примотаны корешки и тогда растение не пересыхает сильно и корешки здесь получается корешки не сильно пошли вовнутрь хотя есть такие которые пошли вовнутрь потому что ну я тоже поздновато примотала как и это здесь уже полностью практически длинные выросшие корни и здесь были такие же длинные корни вот и те которые маленькие вот они туда уже идут вовнутрь поливаю я его либо в поддон поливаю субстрат либо опрыскивание вот такой красавчик он и еще находясь у меня нет свел пока только наращиваю вот такую зеленую массу вот такой замечательный на данный момент экземпляр сначала он у меня немножко жить не хотел активно потому что куст был тоже не маленький который я купила я купила его цветущие но он отсушивал очень сильно отсушивал предыдущие псевдобульба но те которые выжили у меня вот стали давать следующие росты очень такие налитые очень хорошенькие так что я в принципе довольна и надеюсь что может быть так как в этом году он пропустил весну весной обычно он цветет хотя и не знаю с дендробиумом всякое бывает надеюсь в следующем году он меня порадует цветочками хотя ладигезе относится к не долго цветущим дендробиумом у него очень быстро отцветают цветочки вот такой красавчик ладигезе следующее растение которое я хочу вам показать это правда не дендробиум это эпидендрум хотя сейчас во многих источниках вы можете увидеть что это растение называется и динема и энциклия но довольно продолжительное время она все-таки была эпидендрумом поэтому я буду говорить эпидендрум полиболбом вот такая красота у меня разрослась очень много новых ростов очень много молодых корней очень нравится блок из пробкового дуба очень хорошо растет растение вот эту деленочку из вот этих четырех бульб которые уже вот стали давать новые ростики вот вы видите да новые ростики эту деленочку я получила от одного из членов нашего клуба мне ее просто подарили вот а остальное растение это цельное растение состоящая из такой рогатинки в три ветки я распределила по блоку я купила его в нашей gold country orchid вот и она у меня довольно неплохо развивается ничего особенного сказать я о нем не могу поливаю в основном опрыскиванием хотя изредка вот как сегодня раз несколько недель все-таки замачиваю полностью блок потому что блок просыхает напрочь и я опрыскивание это только поверху для корешков все-таки хочется чтобы и влажность чуть-чуть поддерживалась потому что жара у нас неимоверная в комнате где она у меня растет это растение на окошке там еще и света чуть больше и кондиционер у меня туда не достает поэтому днем там температура бывает и даже 32 градуса поэтому замачиваю опрыскиваю и тем не менее вот смотрите какое здоровое растение выглядит она отлично вот такой красавчик ну и конечно чуть ли не самая моя большая радость вот такой мой дендробиум микрочип микрочип это кросс дендробиумов аберранс на норман боэнце очень хороший кросс долгоцветущий единственное что я не знаю как в этой жаре будет ли долго будут ли долго держаться цветочки на жаре сейчас он у меня активно набирают бутоны бутоны он набирает долго вот такой вот такая куртинка такая куртинка вот вот эти более вот эти вот бульбочки которые отличаются ведь и вот это бульбочки которые у меня выросли сбегу девятнадцатый год вот эти бульбочки с которыми я его купила и все бульбы старые с которыми я его купила все нам на выдали мне цветоносы и набирают бутоны вот такая красота сейчас покажу ближе потому что близко не очень хочет фокусировать камера вот такие бутон шики очень красивые в крапушку ну мне кажется что вот эти несколько бутонов уже вот-вот распустятся медленно он растит цветоносы медленно набирают бутоны но это такое удовольствие смотреть как он бутонится просто красота в моем уходе это растение абсолютно неприхотливым оказалось я его купила в апреле девятнадцатого года на выставке у нас в сакраменто у одной из у одной женщины которая состоит в нашем клубе из ее личной домашней коллекции и растение вообще у меня не болело ни одного дня не ни граммочки не понадобилось ему времени на адаптацию абсолютно прекрасно себя чувствовала практически сразу же стала растить новые бульбы новые корни все что я с ним сделала это я переставила его в больший горшок обсыпала мелкой корой мелкая архиата у меня и просто поливаю опрыскиванием ежедневно его раз где-то в две недели я замачиваю полностью горшочек а так каждый день просто по субстрату сверху опрыскиваю ну и вот можете посмотреть вот какие корешу ли у нас красивые он немножко стоял у меня где-то несколько месяцев спал отдыхал а как только начал растить цветоносы как только я заметила пимп очки цветоносов сразу же вот раскуклились корешки вот здесь вот здесь вот здесь и а он одновременно растит растит и корешки и цветоносы ничего ему не мешает прям даже думаю что может быть даже вот-вот где-нибудь новый рост будет будет вот такой замечательный красавчик как только распустятся большая часть цветов я обязательно сниму по нему отдельное видео он этого достоин вот такой замечательный красивый микрочип ну и конечно же нельзя обойти вниманием мой дендрофаленопсис и ноги пирпул который цветет у меня уже несколько месяцев распустил вот такой замечательный цветонос на 6 цветков и радует меня своим цветением и пока еще даже не собирается отцветать при всем при этом он у меня растит два молодых роста вот такая красота там что-то у нас где-то что-то зацепила сейчас я поправлю вот растит молодые росты соответственно растит корни корни в большинстве с вам уходят в год горшка не буду сейчас рыться как бы показывать во мной есть вот молодые корешки есть они растут это старые бульбы уже отжившие но тем не менее питательные для общей массы растения вот так вот он у меня выглядит вот такой красавчик больше цветков я почему-то у него не видела вот он у меня цветет уже не первый раз вот таким таким же приблизительно цветоносом на 6 цветочков очень красивый глубокий цвет очень неприхотливое растение которое я просто обожаю есть в моей коллекции еще дендробиумы и маленькие и парочку крупных но рассказывать там нечего там больше из серии орхидейное поражение хотя всякое бывает конечно поражение тоже надо показывать может быть об этом я отдельно сниму видео совсем другое ну и еще последний представитель из моих дендробиумов которые живут у меня на подоконнике сейчас я вам покажу набирает цветоносы ну и последний дендробиум который я хочу сегодня вам показать и рассказать о нем это вот такой замечательный дендробиум у которого цветки тоже пурпурного цвета куплен он у нас вот такого производителя но это не столько производитель сколько магазин одного из членов нашего клуба вот так вот он называется джонатан с глори дарк джой у него пурпурные цветочки приблизительно такого же цвета как и у предыдущего дендрофаленопсиса вот такое растение тоже ему не понадобилось время на адаптацию у меня после того как я его купила он у меня вырастил несколько вот этот вот этот вот этот молодые росты абсолютно здоровые красивые крупные псевдобульбы вот сейчас он проснулся он спал немножко была у него жара жара видно отдых у него был после того как он нарастил три новых псевдобульбы вот сейчас смотрите да это будет следующая псевдобульба это не корешок корни у него все белые с зелеными кончиками очень симпатичные милые корешки вот а это будет еще одна новая псевдобульба и вот одновременно он растит цветоносы это и вот здесь вот еще на этой бульбочке вот тоже растет цветонос вот такие красивые у него бульбы вот вы видите да все точечки из этих точечек он много раз может свести и единственный недостаток этого дендробиума в том что цветки у него держится недолго каждый отдельно взятый цветок держится где-то неделю но когда цветоносов много и соответственно много цветков тогда конечно цветение может длиться и месяц и больше в зависимости от того как развиваются цветоносы поливаю я его на данный момент в эту жару вот в поддончик у него в поддончике стоит вода набирается мелкая кора архиата внутри она напитывается как только кора просыхает я опять наливаю водичку в поддончик зимой я поливаю его замачиванием раз в две недели так в поддончик уже не наливаю потому что зимой у нас не так жарко и нет нет нужды чтобы он все время стоял влажный а сейчас просто очень сухо очень жарко сейчас считайте середина июля влажность воздуха у нас выше 40% не поднимается и то 40% это очень хорошо и это очень редко как правило 20-30% влажность и в комнате жара достигает 30 градусов по Цельсию в лучшем случае здесь когда у меня работает кондиционер температуру удается опустить до 27-26-27 градусов поэтому конечно жарко но эти растения местной селекции они привычные к этому всему адаптированные они нас любят и даже вот пожалуйста собираются цвести так что всем пока-пока заходите на мой канал заглядывайте пишите комментарии ставьте лайки всем вам буду рада приходите пока-пока пока-пока